Сегодня 2 апреля, такая символическая дата, сегодня день единения народов Белоруссии и России. Мы в этот день записываем это интервью. Я бы хотел вспомнить, что в конце 90-х вы и первый президент России Борис Николаевич Ельцин договорились поэтапно идти к сближению наших государств, единое союзное государство, при сохранении национальных суверенитетов. За эти годы сделано, конечно, многое. Россияне и белорусы в наших странах имеют равные права. Есть единая оборонная политика, есть много реализованных проектов и в культуре, и в экономике, и в гуманитарной сфере. Но, тем не менее, как и в любом процессе, есть некоторые но. С учетом всех нюансов, скажите, каким вы видите развитие союзного государства? У нас есть договор о создании союзного государства. Нет одного пункта этого договора, мы не отказываемся. Даже возьмем самый такой серьезный, который сегодня обсуждается, допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты. Но только это должна быть нейтральная, скажем так, валюта. Это не белорусский рубль, это не российский рубль. И даже я когда-то говорил, ладно, не вопрос, какой это будет рубль. Вопрос в том, где будет эмиссионный центр. И даже нигде, это тоже не вопрос. А кто будет управлять эмиссионным центром? Это будет на равных? Или поскольку Россия большая, российский рубль большой, покрепче там и прочее, Россия будет управлять своим рублем, а мы свой ликвидируем и к ним присоединимся. Мы это уже проходили. В первые годы распада Советского Союза. Когда нас просто выкинули из рублевой зоны. И в конце концов мы остались советскими рублями, они увели российский рубль. А мы потом, помнишь, рисовали зайчики. Я не хочу это повторять. Это во-первых. А во-вторых, а где же тогда наш суверенитет будет? То есть мы ни от чего не отказываемся. И тот договор, который тогда был составлен, он предполагал равные условия для людей, для предприятий, для наших двух государств. Если Россия сегодня, отказавшись от этих замашек имперских, мы большие, а вы малые, готовы на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться. Поэтому договор существует. И мы никогда от него не отказываемся. Мы готовы идти по этому договору. Но железобетонный принцип равные условия для людей, для предприятий, для государств. Сейчас все нарушено. А коронавирус нарушил и последнее, самое главное, равные условия для людей. Знаете, у нас же всегда говорили, что друг познается в беде. И если надо было России что-то предпринять, ну вы хотя бы посоветуйтесь. Вы хотя бы нас предупредите по-серьезному, что вы, допустим, закрываете границы. Ну, я понимаю, если бы там жуткая какая-то ситуация возникла, она была срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России. Давайте откровенно, значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже. Во-вторых, ну зачем отрезать от этого союзного государства ту основную часть, где нет проблем. И в то же время, они же внутри страны, а Россия же огромная. Они же не поделили страну на части, чтобы перекрыть движение людей и носителей этого коронавируса. Не сделали этого. Это обычное было головотяпство. Ну а как наш друг познается в беде формулы? Что касается предприятий. Простой пример, я не буду их перечислять, их море. В России до недавнего времени цена на природный газ была в 2-3 раза ниже, чем в Беларуси. По нефти то же самое. Скажите, какие равные условия? Ну а что касается государств, вот вам последний пример. Роди по нефти договорились. Договорились по нефти. Мы альтернативные прорабатываем источники, пробуем с Балтики и Черного моря. Как я говорил, 30-30-40 в России. Мы покупаем, допустим, полтора миллиона тонн нефти у России. Платим все. Они сняли премию. Какая еще премия? Цена упала до такой степени. Хорошо. Они всегда наставили, мол, вы идите с компаниями, договаривайтесь и поставляйте. Один Гуцериев, Руснефть, поставлял нам нефть. Что они сделают сейчас? Когда жарный петух клюнул, они нет. Сейчас мы будем определять, какие компании вам будут поставлять нефть. Позвольте. Вы рыночники. Вы всегда нас толкали с ними договариваться по рыночному. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер, конкурс. Выиграет Петров. Петров поставляет. Гуцериев, Гуцериев. Всех в одну линейку. Нет. Природный газ. 127 они нам подсунули этот договор. Меньше не можем, что в конце прошлого года. И плюс 20 долларов мы им платим за Белтрансгаз, который они купили у нас. 147 долларов. Украине продают где-то примерно по такой цене. Смотрим сейчас, цены на нефть упали, естественно, и на газ. Уже в Европе цены нет такой. Уже 80 долларов в Германии. Это значит для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов. Если мы не решим вопросы жизни людей и предприятий, вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня. Слушайте, о какой 31 карте мы можем вести речь? О какой единой валюте и каком-то едином налоговом кодексе мы можем говорить? У нас формула одна. Нам надо решить вопросы жизни сегодняшней. Что же мы будем ориентироваться на космос, если сегодня фундамента нет? Поэтому мы и ставим вопрос, ребята, давайте решим эти вопросы на определенных принципах, которые заложены в договоры. Мы не требуем ничего лишнего. И главный принцип – это равноправие, равные условия. И вопросов не будет. Нам надо решить сегодняшние вопросы. Их примерно десяток, не больше. Типа того, что нашим дальнобойщикам этим запрещают возить грузы более, допустим, 70 тысяч. Россия нам дает разрешение. Мы Россия, огромная Россия. Мы их не ограничиваем. Возите куда хотите, откуда хотите. Они нас ограничили. Ладно. Так они два раза больше полякам дали разрешение, чем нам. Если равное условие, давайте не будем ограничивать ни своих россиян, ни белорусов. Пусть конкурируют. Или сельское хозяйство. Слушайте, ну мы же лучшую продукцию им поставляем. Никто. У них нет такого качества продуктов питания. Мы им лучшее поставляем. Нас блокируют на границе. И до 70 предприятий закрывали к поставкам мясо-молочной продукции в Россию. Ну ладно, мы бы мешали там их производителям. Но мы закрываем ту нишу свободную, которая у них есть. У них не хватает мяса. Мы им поставляем. То есть молока не хватает. Мы им поставляем это. И еще даже остается часть к балансу. Надо решать эти проблемы и идти по договору. Вот эти карты и прочее, они уже согласованы. По многим направлениям согласованы. Мы только везде, я не позволяю даже вести переговоры, что А, сделаем как в России. А, мы сделаем как в России. Да нет, мы с президентом Путиным договорились. Если по каким-то вопросам система в России работает лучше, Берем российскую, совершенствуем. Если в Беларуси лучше, то берем белорусскую. А политические вопросы, так называемая 31-я карта там, Парламент, органы власти и прочее, прочее. Мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путином условили, что мы вообще в сторону откладываем. И сейчас эти вопросы не обсуждаем. Продолжение следует... Продолжение следует...